привет 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 из майами с новым годом всех ступил уже 2023 год и будем надеяться что он будет позитивным хорошим успешно для всех продвижным в общем как то так кинулась на сегодня в соединенных штатах это наша палата представителей пытается уже в десятый раз конкретно сейчас избрать нового спикера спикером должен стать республиканец но республиканцы не могут договориться кто это будет с ней там есть большинство он которая проголосовала и голосуют за основного кандидата есть порядка 20 кандидата представителей в палате представителей которые были избраны благодаря или при поддержке трампа бывшего президента соединенных штатов и в общем они голосуют против этого человека потому что он на их взгляд не является рукопожатным не является человеком который может представлять страну в качестве спикера палаты представителей и вообще возглавлять большинство в нижней палате конгресса в общем уже 10 сейчас идет десятый тур 9 туров уже проходило в течение трех дней сегодня третий день и на данный момент пока он не набрал необходимое большинство 118 голосов в общем ну и соответственно никого не выбрали как голосуют демократа не делал они голосуют за своего кандидата я дают все голоса только за своего кандидата а вот республиканцы они разделились и это к сожалению дает результат который дает посмотрим насколько это долго еще продлится вообще это уже самый такой большой тур выборов спикера палаты представителей за последние сто лет в 19 веке была ситуация когда они могли очень долгое время выбрать спикера в общем это конечно унизительно для вот этого представителя большинства в плате представителей от республиканцев потому что одним уже все смеются кто только могут причем и республиканцы например fox news республиканские каналы и сены и после того как его изберут конечно же все просто-напросто издеваются над тем что насколько он будет легитимным насколько можно считать что он будет представлять интересы всех всех американцев в общем и целом страна расколота политически до сих пор и даже внутри республиканской партии как мы видим часть людей выступают за до сих пор трампа но часть уже пытаются от него откреститься дистанцироваться каким-либо образом в общем посмотрим как это будет проходить вот конкретно сейчас идут эти выборы десятку спикер палаты представителей является третьим человеком в стране что это значит это значит что в случае если президент объявляется не дееспособным либо не может представлять свои интересы быть исполнять свои обязанности причине так скажем то следующем становится президентом вице президент случае если с вице президентом что-то становится то следующим президентом по списку становится как раз таки спикер палаты представителей ну и соответственно это достаточно весомая должность как ни крути это человек который представляет страну в различных парламентских ассоциациях ассамблеях и т.д. и т.п. вспомнить кем был прошлый председатель спикер это была нэсси пелоси как мы с вами помним то есть она в том числе имела большой политический вес в том числе когда она полетела на тайвань за ее рейсом как мы помним следил весь мир все кто интересует интересуются так или иначе политикой политологии и т.д. и т.п. в общем вот сейчас забирают как раз таки в конгрессе такого человека она сложила свои полномочия стала рядовым членом палаты представителей но как мы понимаем не является она рядовым до сих пор бабушка еще не на пенсии активно принимает участие в политике и конечно же к ней все прислушиваются и у нее и в сомой такой политический вес присутствует до сих пор такая вот ситуация вообще говорят что в этом году есть вероятность начала гражданской войны в соединенных штатах по разным прогнозам разных астрологов разных торологов в том числе по моему ощущению такие люди которые здесь как видите находится вряд ли смогут взять руки оружие и бороться но опять никогда не знаешь что и как она там будет происходить соответственно живем увидим посмотрим но предпосылок я не вижу лично я изнутри живя здесь в этой стране могу сказать что да общество разделено да есть явно те кто поддерживают демократов есть явно те кто поддержит республиканцев но люди как-то пытаются об этом сказать так скажем заявить свою позицию и дальше все дальше этого не про не уходит никуда тело то есть никто не пытается доказывать свою позицию с помощью какого-то оружие или каких-то членовредительств назовем это так в общем-то поэтому не вижу ситуация когда могло бы произойти что-то подобное наподобие каштанского противостояния единственное что возможно на мой взгляд в общем и целом это если будет разделение между штатами если штаты 1 ну те или иные штаты по определенным причинам могут просить большую свободу от федеральной власти это яма в это я могу поверить могу поверить то что часть законодательных органов штатов могут принять определенные законы которые будут противоречить федеральным законам к примеру и начнется какой-то вот такой конфликт на уровне властей федеральных и властей штатов региональных но не думаю что это перерастет прямо в какие-то столкновения опять-таки на мой взгляд несмотря на то что многие даже политологи утверждают что накопилось уже очень много противоречий в обществе в американском и соответственно возможно противостояние вооруженное между гражданами одной страны по разным политическим взглядом не вижу такой возможности пока я но и опять-таки смотрите как живут американцы больше заботит наверное то как у них там собачки причёсывание причёсывание пострижен и пострижен и накормлены не накормлены вытрессированы и так далее кого-то интересует большим йога кого-то физическое состояние кто-то музыкой занимается нежели противостояние какое-то политическое но это вот мое мнение я могу ошибаться конечно же в общем целом но вот изнутри видеться что людей больше интересует такая вот опять же все возможно возможно наверное изнутри так скажем раскочегарить что называется да людей вывести их на улицу и протестную реакцию какую-то вызвать но лично мясо не боюсь в этом музыка играет закат всем желаю хорошего настроения и счастливого нового года скоро уже наступит рождество православные ну и соответственно поздравляю тоже всех с православным рождеством пока пока